доброго времени суток друзья приветствую всех на канале эрзон game я наконец таки добрался до своей любимой игры snow runner хочется в нее поиграть ну и заодно позаписывать мне удалось предыдущий раз доставить сюда груз но эта карта отличается тем что во первых здесь нету базы база находится на соседней локации поэтому сюда приходится перегонять транспорт но мне удалось все таки доставить туда груз хотя здесь нету ни одного моста я только заехал на эту карту и ничего еще здесь не делал поэтому надо сделать здесь все мосты чтобы проложить дорогу до порта с портом еще здесь будет связано как минимум два задания это во первых вытащить вот эту вот здоровенную хрень отсюда но так как я сюда приехал с этим прицепом и ну так скажем хапнул горе то нормально поэтому с этой штуковины я отсюда уже точно не вылезу а вывозить ее отсюда надо посему я и решил заняться строительством мостов а для того чтобы построить эти мосты мне нужно перегнать этот камаз обратно в начало этой локации кстати посмотрите вот я сейчас проехал по этому непроходимому месту и там теперь мутная вода сделано очень прикольно вот в этой игре вот такие вот мелочи казалось бы это действительно очень приятно когда я подъезжал вода была чистая а сейчас она вот такая вот мутная потому что я по ней проехал кстати вот в этом месте стоит здоровые строительной площадкой я не проеду вообще как бы но в этой игре очень много всяких интересных таких мелочей которые создают атмосферу в этой игре одна вот из таких кстати вот мелочей которыми я в общем сейчас и занимаюсь это вот то что игра позволяет вам выбирать самому как вы будете проходить вот как я сейчас и сказал я уже сделал туда в порт один рейс но обратно будет добираться с тем грузом с той платформы конечно тяжело но это все равно можно сделать но вы можете как вот я сейчас хочу сделать построить себе дорогу то есть мосты на всей этой карте и тогда уже направление будет совсем другое и можно будет ехать гораздо проще ну а то есть игра предлагает вам сам самому выбирать как вы будете и дальше действовать вот я один груз свозил туда без всяческих мостов без дорог понял что наверное лучше заморочиться с мостами чем потом вот так вот мучиться да проехать можно конечно же можно как бы лебедка ваш лучший друг будет но проехать можно а если еще и к тому же играть в кооперативе с кем-нибудь то тогда вообще хорошо и вот тихонько тихонько за разговором я уже приехал на место погрузки а загрузиться мне нужно доской немножко не вписался я поворот с быстренько его запаркуем на место погрузки остановился кстати вот на этом вот камазе попробовал уже много всяких машин но вот именно этот камазик мне понравился больше всего соотношение мощности и расход у него в общем то самый оптимальный так нам нужно две пачки этих досок грузим 1 пачку грузим 2 пачку чина можно и все четыре сразу взять потому что в дальнейшем все равно придется еще мосты строить но пока горячиться не буду ну и второе что мне еще нужно то это кончается топливо а проблема здесь вы заключается так что такое мы обнаружили еще один прицепа вот он новый прицеп который надо быть кстати куда-нибудь отогнать и продать его так вот проблема вот работы на этой карте в том что здесь нету базы и здесь нету заправки то есть сюда нужно перегонять другой грузовик ну в моем случае с соседней карты потому что я там выполнял задание на свет наверное включить выполнял задание и цистерна стоит у меня там поэтому мне сейчас недалеко придется гнать ну а вообще придется гнать с базы потому что машины сюда-то никак не телепортируем да и вообще машину с прицепом в этой игре не телепортируешь ну и еще одна причина того что я решил сначала сделать дороги а потом уже вывозить по контракту оттуда эту строительную площадку это то что все таки время убивается очень много если не подготовлена дорога вообще в целом эта игра это убийца времени конечно не не говорю что это плохо но вот к сожалению мне хотелось бы поиграть в нее гораздо больше но увы вот увы не получается потому что просто чтобы сейчас перегнать сюда цистерну и заправить этого камаза да собственно скатываешься то зараза я потрачу наверное минут 20 просто чтобы перегнать сюда цистерну ну давайте разгружаться наверное это камера немножко баганулась и вот эти анимации конечно но это вообще шедевр о задание выполнено еще и косарь заработал ну вот теперь по такой дороге мне будет гораздо удобнее ехать с той здоровенной шаланды которую мне надо вывезти с порта хотя ее вообще надо на самом деле по моему даже не сюда везти но все равно я дорогу подготовлю потому что эта локация еще будет задействована я посмотрел уже следующие контракты в списке и с этой локации еще много чего связано поэтому лучше я приготовлю здесь дорогу тем более что эта игра и все равно хочется чем-то позаниматься здесь да я уже посмотрел видео других ютуберов и многие уже давно прошли и уже где-то играют там на новой карте кстати сейчас в обновлении придет еще одна карта но уже по моему в американском сеттинге а не российский но многие уже играют и на новых российских картах а я еще вот здесь ковыряюсь потому что действительно игра занимает много времени а его нету и тем временем я уже возвращаюсь на базу чтобы сделать вторую погрузку вот говорил же кстати только что сам себе что можно было бы взять сразу два комплекта досок и не пришлось бы возвращаться но это с одной стороны а с другой стороны у меня кончается топлива и вот теперь придется гнать сюда цистерну которая находится у меня на соседней локации что займет конечно же у меня огромное просто количество времени минут 20 сейчас я придется перегонять через всю ту карту ну на видео это не будет а по факту это так на моей цистерне мне пришлось преодолеть вот такой вот путь то есть через всю карту вот эту ну слава богу здесь еще дорога более-менее но я здесь уже поиграл кое-что поделал хотя вот некоторые мосты я даже еще не затронул даже улучшение еще не открыл и вот дорога прямо ко мне ведет вот такой вот путь пришлось проделать заняло это 15 минут но выхода никакого нету потому что заправок на той карте нету и придется гнать свою цистерну чтобы заправляться кстати вот это очень прожорливая машина у меня самого начала нас дополнение прикольная машина хорошая хорошо лазит но очень и очень прожорливая вот у него расход там аж за ну почти к двадцати литрам в минуту заехали уже на эту карту на нужную островное по-моему называется и это вот как раз по поводу расхода то почему я остановился на камазе потому что ну он вроде бы тоже тяговитый конечно он уступает чем-то вот этой машинке но у него расход топлива хороший там он что-то по моему 6-7 литров в минуту жрет а этот то прямо ну вот вот прямо как вы сейчас видите он за двадцать заваливает ну да сейчас я немножко в грязи но тем не менее не знаю я что нужно сделать чтобы засадить эту машину она по-моему вылезает вот но практически отовсюду я ни разу не смог ее засадить не играю на ней вот именно по той причине что но очень сложно вот на таких вот карта где нету заправки очень сложно его прокормить в периодически приходится то ли подгонять к нему машину с цистерной то ли его гнать на заправку ну и так как мне надоело его все время заправлять а он действительно очень прожорливый я решил ему прицепить цистерну с топливом и пускай он у меня будет вместо заправщика топливо кончил сам себя заправил по моему так достаточно прикольно так ну и я уже приехал сейчас надо будет заправить нам тогда камазика и уже ехать на следующее задание но но почему-то на таком расстоянии он у меня не заправляет надо видимо цистерну продвигать гораздо ближе странно потому что от маленькой цистерны на большом расстоянии заправлялся тоже наверное такое раз на раз тут не приходится попробуем заправить сразу же так выбираем источник топливная цистерна а целью ставим азов ну азов это есть камаз заправить ну и все в общем то камазик заправлен надо грузиться грузиться надо опять доской не знаю стоит брать опять две пачки наверное нет возьму опять вот как положено две два комплекта брать не буду ехать недалеко а вот я уже и пожинаю плоды своего же труда вот если бы не построил этот мост сейчас было бы здесь сложновато мне проезжать а так уже по мостику прилетаем никаких трудностей так что я думаю если я построю здесь все мосты а их здесь по моему четыре надо построить то ту здоровенную штуковину строительную площадку я вытащу на раз-два а было бы побольше времени то наверное я бы наверное заморочился и без мостов хотя вот пока я тащил туда вот этот вот этот прицеп полуприцеп который у меня сейчас прицеплен на этом же камазе туда тащил вот там был сборный груз поэтому он был не такой тяжелый а вот со строительной площадкой я уже связывался она действительно такая ну тяжеленькая с ней тяжело идти у нее низкая посадка везде застреваешь поэтому я думаю что и ну у меня просто нету столько времени чтобы взять и заморочиться по поводу того чтобы ехать без всяческих мостов хотя можно можно игра дает такую возможность хотите так хотите так но я вот решил что буду потихонечку заходить часик-два может тратить на эту игру и построить себе вот такую вот дорогу самостоятельно так мы здесь по моему грузимся да или нет нет наша точка разгрузки дальше это просто еще одно очередное поручение как бы есть контракт а есть вот поручение поручение мы делаем как бы второстепенно но основное надо идти по линейке контрактов так ну что такое под завяз немножко нет ну вот камазик мне понравился я уже потестировал здесь очень много всяческих машин и как я уже сказал остановился на камазе потому что вот он мне больше всех понравился очень приятный расход и если удастся на него поставить двигатель поставлю двигатель и расход естественно увеличится так ну что ж разгружаемся и опять анимашка постройки моста плюс еще одна тысяча заработано так ну а следующий мост у нас немножко дальше будет а вот следующий мост требует уже гораздо больше материалов это и металлическая балка и бетонные бетонная плита да к сожалению и то и другое берется на других локациях здесь подобного нету то есть нам надо либо на островное переезжать либо на сметвиловскую дамбу блин а это вот опять время опять время нет и как бы я по-прежнему остаюсь при своем мнении что игра прикольная но вот время время вот теперь пока я съезжу за доску о не за доской а за бетонной плитой пока я съезжу за этими металлическими балками пройдет ну огромное количество времени потому что ну по карте здесь передвигаться это вам не форза где можно гонять к сумасшедшему нет здесь все это вот сведено к такому тасканию по грязи преодолению этих препятствий это здорово здорово но к сожалению времени ну не хватает действительно не хватает я прекрасно понимаю что сейчас чтобы мне собрать этот груз я потрачу наверное около часа час двадцать я думаю вот так вот это чтобы просто собрать этот груз ну и плюс ну довести тут ладно тут займет минут наверное десять чтобы от въезда на эту локацию добраться до моста тут то уже конечно время не так много а вот собрать этот груз это конечно кстати вот я наврал то а нету заправки а здесь заправка то есть как я ее продинамил то блин то есть я зря тащил сюда цистерну и здесь еще одна цистерна стоит а как так то я ее не видел а ну вот что называется лошара микантара блин заправка то здесь есть оказывается зря потратил время чтобы тащить сюда цистерну ну ладно что ж теперь зато буду знать что она здесь есть тогда уже заправимся на ней хотя я камаз немного жрет поэтому я себя чувствую так автономно на этой карте на этой карте ну и ладно на этом я буду заканчивать следующей серии попробую собрать весь груз который нужно доставить к следующему мосту и будем вывозить оттуда строительную платформу которая нужна будет по контракту серия получилась коротенькая но ну нету к сожалению нету очень хочется поиграть вот прямо сесть и поиграть в эту игру так конкретно конкретно ну никак вот просто понимаю прекрасно что есть у меня час полтора но эта игра не про это время тут ну просто кошмар конечно по временем но игра очень интересная и поэтому буду и в нее продолжать играть ну и увидимся наверное в следующей серии спасибо всем кто посмотрел всего вам доброго доброго